Голографическая память на инсталляции за полтора миллиона гривен, световой мурал, культурный центр микрорайона Куяльницкий за пять миллионов и десятки детских площадок. Все это проекты победителей общественного бюджета с пометкой на реализацию, несмотря на то, что дедлайн давно прошел. Программа принята три года назад, была воспринята одесситами с энтузиазмом, но энтузиазм быстро сменился разочарованием. Большинство проектов, которые проходят, это детские площадки, спортивные площадки, какое-то благоустройство двора. И на самом деле общественный бюджет стал инструментом у депутатов, чтобы делать свои какие-то предвыборные обещания на своем округе за счет общественного бюджета. Интересные проекты, люди все меньше и меньше их подают, потому что они не видят обратной связи. Они не видят классных проектов с предыдущего года, и это становится им все менее интересно. А депутатам это не становится все менее интересно, потому что дефицит детских площадок все равно не истекаем. Вспоминая бессмысленно реализованные проекты общественного бюджета, первым на ум приходят почти что бриллиантовые качели на Греческой площади. Ну вот и я решила покататься. Кто не знает, местную достопримечательность почти за 5 миллионов гривен. Ведь это самый обсуждаемый проект общественного бюджета за все время его существования. Но я сейчас не вижу разницы кататься на обычной качели или на светящейся карусели. Тем более, что так называемый арт-объект выглядит довольно непригодно. Его ломают, чинят, опять ломают и так по кругу. Но зато 5 миллионов. Но не только качели повергли в шок одесситов. Недавно мы показывали вам реализацию проекта благоустройства Живаховой горы, который должен был напоминать второй Голливуд. Идея победила в прошлом году. На нее заложили полтора миллиона гривен. Я художник и я так вижу. Видимо, так подумали создатели плана благоустройства Живаховой горы. И это не шутка. У меня в руках не рисунок школьника. Это официальный проект победителей прошлогоднего общественного бюджета. Но ожидания немного не совпали с реальностью. Голливудская мечта заканчивается на огромных металлических буквах Живахова гора. Так что welcome во второй Голливуд. Порой просмотр идей на сайте социально активных гражданин может здорово поднять настроение. Украсить город предлагают довольно странными арт-объектами. И за такое благоустройство просят немалые деньги. Спорным оказался новый реализованный арт-объект в парке Шевченко. Скульптура стала последней 13-й из серии проекта «Город скульптур». На эти цветные объемные формы из общественного бюджета выделили 200 тысяч гривен. По задумке автора, они призваны напомнить человечеству о связи с энергией первобытных корней. Мы поинтересовались у одесситов, чувствуют ли они эту связь. Вам нравится этот арт-объект? Нет. Почему? Это ерунда какая-то. Вы смотрите, у вас есть какие-то ассоциации? У меня психолог вчера был, говорит, ассоциации какие у вас? Почитайте, говорит, сколько литров этого. А ассоциации? Да. Ну с чем ассоциировать это? Ну не могу, я выйду каким-то этим самым на телевидение. Ну по задумке автора, это призвана связь с первобытными корнями воссоединить. Вы чувствуете это как-то смотреть? Не, не чувствую. У вас есть какие-то ассоциации? Вот первое впечатление, вам понравилось, не понравилось? Пахлава. Да, он похож на пахлаву. Не, ну красиво, необычно, интересно. Впрочем, из того же проекта «Город скульптур» многие по достоинству оценили одесских котов. У каждой скульптурки своя легенда и ежегодно коллекция пополняется. Полезные проекты также реализовываются в рамках бюджета. Это освещение пешеходных переходов, зарядка для гаджета в общественном транспорте и проект «Одесса на ощупь закрытыми глазами». Люди с нарушениями зрения могут осязать известные достопримечательности своими руками. Город на ощупь. Его подали именно инициативная группа слабовидящих людей, и он, на мой взгляд, был реализован достойно. На самом деле много позитивных проектов было реализовано в плане благоустройства. Там детских площадок, спортивных комплексов, программы для новых технологий для обучения в школах. Частично тоже были финансированы интерактивные доски. То есть это то, что, понятно, животрепещущее и то, что принесет пользу всему городу и всем нашим детям. К сожалению, наш город, как и многие проекты, которые очень полезны и должны работать на горожан и на город, нивелировались за счет, можно назвать так, мягкохалатностью. Если говорить уже доступным для всех нас языком, то это просто, опять же, ручной механизм использования бюджетных средств. Но пока реализуются, мягко говоря, неоднозначные проекты, город тонет в грязи, а летом задыхается в пыли. Может отложить установку скульптур на следующий год, а в этом избавиться от открытого грунта, который разносит по тротуарам и дорогам. Ну хотя бы так или так. Светлана Довжук, Юлия Польнова, телеканал Репортер.